Достоевский учитель На втором курсе филологического факультета мой научный руководитель, Олег Николаевич Смоловский, покойный, мне сказал, вот на втором курсе пишется работа сравнительная, одно произведение сравнивается с другим, называется сравнительно-типологическое. И мне сам предложил, он мне предложил сравнить неточку Незваного Достоевского и Асю Тургенева. Тургенева я знала всего к тому времени, это был мой любимый писатель. А Достоевского приходилось осваивать заново. Но как я была отличница, то я прочитала всё по серому десятитомнику 1956 года. И когда я прочитала всё, я поняла, что это мой писатель, это мои люди, что я живу там, они здесь, и что мужчины из Достоевского мира мне интереснее, чем мои реальные знакомые. Вот так оно началось, и вот оно уже продолжается много лет, и с тех пор я всецело предана этому миру, этому писателю, его герою. Да, в романах Достоевского действительно рассыпаны такие смыслы, которые, когда он написал свои романы, были неочевидны. Факт тот, что и бесам не поверили, и подростку не поверили, и братьям Карамазовым не поверили, и многим другим его текстам. Только спустя годы о романе бесы стали говорить, всё сбылось по Достоевскому. Это когда случилась революция, и пятого года об этом написал Мережковский, и семнадцатого года, об этом в двадцатом году, в пятилетии революции написал Валериан Переверзин. И в преступлении наказания происходят вещи, когда человек разрешает себе кровь по совести, а через буквально несколько лет эта кровь по совести охватывает целую плеяду русских революционеров, и они решают, что террор по совести, и что нужно совершить последнее главное убийство, которое не потребует никаких других убийств. То есть Раскольникова и русских террористов связывает неразрывная нить. Это было не очевидно при жизни Фёдора Михайловича, но это стало очевидно уже очень скоро, уже в конце семидесятых годов. При его жизни он увидел, что такое Раскольников, и чем пахнет, и чем оборачивается русский террор. Я уже не говорю о братьях Карамазовых. Когда писалось «Братья Карамазовых», ну, история одной семейки, как сам Фёдор Михайлович назвал одной из своих глав, но история одной семейки была такая, что все сигналы распадения этой общественной ткани, из которой состояла русская жизнь, она уже стала очевидна, когда распалась Российская империя. Я прочитываю роман «Братья Карамазовы» как тревожнейшее предостережение о том, что смотрите, семья рушится, братья друг друга не любят, отца ненавидят. И вот эта ненависть, которая съедает души людей, она чревата самыми тяжелыми последствиями. Эти последствия не замедлили сказаться. Это самая крупная вещь, о которой я говорю. Я уж не говорю о романе «Идиот», о том, как человек добрейший, скромнейший, милейший, замечательный, который хочет всем только добра и тепла, который хочет всех согреть и всех порадовать, вот он приносит в мир несчастье, и рядом с ним люди гибнут. И это положение добра в нашем мире, добро трагично, добро редко побеждает, побеждает на время. И как тяжело добру и человеку доброму, ведь в черновиках Достоевский называл князя Мышкина «князь Христос», но Христос – Бог, и как Бог он побеждает и воскресает. А человек гибнет, человек, который хочет быть, как Христос, и хочет быть таким же самоотверженным в добре, каким является князь Лев Николаевич Мышкин. Вот это тоже тяжелейшая материя романов Достоевского, которую, повторяю, при жизни Достоевского, это было очень все непонятно, а возьмите роман «Подросток», мальчишка 20-летний, который решил стать Ротшильдом, он хочет быть таким же богатым, как Ротшильд, и править миром. И что? Он, конечно, от этой идеи вздорной отказался, потому что не мог переступить свою натуру. Натура здоровая, натура кричит ему, нужно помочь ближнему, нужно дать денег девочке, нужно вдову как-то утешить, помочь ей тоже деньгами. Не получается быть, как Ротшильд, с крягой, накопителем и прочее. Но вы посмотрите, что делается сегодня. У нас со всех экранов кричат «Дай миллион», «Заработай миллион», «Десять миллионов», у нас «Миллион» стал национальной идеей. При жизни Достоевского подумать было невозможно, что «Миллион» станет национальной идеей. А сегодня, кроме миллиона, кроме бакса в глазах у многих наших сограждан, в том числе, к сожалению, у молодежи, ничего нет. И это то, о чем нам Достоевский сказал уже сто с лишним лет назад, в 1875 году. Давайте посчитаем, сколько это было назад лет. Уже века прошли с этих пор. И вот мы сейчас пожинаем его предостережение, что это сидит в человеке, это сидит в нем. И, понимаете, сегодняшние богатеи, они не как Аркадий Долгорукий, они не экономят на себе, они не за свой счет. Вот я буду не носить одежду красивую, я буду себя в еде ограничивать, буду на 10 копеек в день есть. Нет, они себе все... И, понимаете, вот что такое Ротшильд? Ротшильд – это торговый дом, банкирский дом, который создавался веками, который за два столетия сумел сколотить себе капитал середины 18 века, а сегодня за два года, он уже миллиардер. Как? Спрашивается. Достоевский об этом сказал. Они хотят разом весь капитал. Он нам и про это сказал. «Мы не видели, не слышали, не запомнили, не научились». Действительно, «Бес» – это такой роман, что делается страшно вообще его читать, потому что там, ну, есть такие тезисы в этом романе, такие мысли и такие тексты, которые вот подкладывая под сегодняшнюю жизнь и подписывая фамилии. Это, конечно, делать не следует, это вульгарное прочтение романа, но так близко, так это рядом. Я помню, что 20 лет назад, в начале 90-х, я сотрудничала с газетой «Московские новости», и однажды ее редактор, Егор Владимирович Яковлев, попросил меня, почувствовав, что какие-то есть в романе «Бес» и какие-то есть сходные вещи с нынешним временем, то есть с временем 90-х, он мне просил сделать подборки, и я регулярно, несколько номеров подряд делала подборки, люди ахали, мои коллеги, сотрудники газеты, а потом и читатели, просто ахали, насколько просто взятые цитаты из «Бесов», ну, например, «Воцарил всеобщий сбивчивый цинизм», там, «Право на бесчестье», масса-масса таких вещей, которые как-то прилагались сразу, и было желание такое просто назвать вещи своими именами, то есть назвать имена тех, кто сегодня вот этот самый «Бес». И, вы знаете, в этом смысле наше время ничуть не лучше 90-х, просто немножко иначе. Роман о Достоевском это такая хитрая и такая мудрая, и такая странная, необыкновенная вещь, что с каждым новым десятилетием всплывают какие-то другие обстоятельства. Ты уже думал, мы это проехали, все, уже этого не будет, это уже история. Ничего подобного. Наступает новое десятилетие, наступают новые дела, новые реалии, и мы опять видим, опять роман «Бесы» здесь, опять кружит над нами хаос и смута, опять где-то в подполе сидят Раскольниковы, опять у них вызревает подпольная идея, опять им хочется сказать «Роди мы с тобой», как написано на стенах так называемой квартиры Родиона Романовича Раскольникова в Петербурге, где ходят, куда туристы ходят и экскурсанты ходят. И вот с этой самой коморки Достоевский писал обстоятельства и антураж квартиры. «Роди, мы с тобой», то есть мы готовы, мы на всё пойдём. Ничего не проходит, ничего не уходит. Мне даже кажется, что русская жизнь будет до тех пор несчастна, будет до тех пор насыщена этими странными, страшными и дурными событиями и реалиями, до тех пор, пока она будет завязана на Достоевскому. Русская жизнь начиталась Достоевскому. Вот я хочу сказать такую фразу. Она его начиталась. Она не специально следует ему, потому что она не поверила Достоевскому, но она воспроизводит всё то, о чём он писал. Вот парадокс писателя. Россия бесов не прочитала, она им не поверила, она не прочитала братья Карамазовы тоже, по большому счёту, чтобы прочитать и усвоить, но она воспроизводит все эти смыслы. Вот загадка этого писателя. Из произведений Достоевского в каждом есть у меня любимая сцена. Но если вот отобрать всё и расставить по местам, и давать первенство действительно той или иной сцене, самую потрясающую, самую вдохновенную и самую трагическую сцену, трагическую для себя, как и для писателя, Достоевский написал как раз, работая над романом «Бесы», это сцена исповеди Ставрогина, когда Ставрогин приходит к старцу Тихону. Почему она была трагической для писательской судьбы? Потому что она была отсечена от романа, она была запрещена. Это было такое цензурное изъятие, к которому просто нет равных. Ему просто отрезали её ножницами. Фёдор Михайлович несколько месяцев пытался спасти, он улучшал героя, он улучшал ситуацию, он как-то пытался что-то сделать, но так ему и не дали её. И вот я могу только сказать, что уже последние несколько лет я смогла сделать три, по крайней мере, издания в 89-м году, в 92-м году и в 96-м году. Такие издания романа «Бесы», куда включена исповеди Ставрогина на своё место, а до сих пор она печаталась отдельно, как приложение. Но это невозможно, она должна быть там, где она должна быть. Читатель должен её видеть на своём месте, а не отдельно. Я это сделала, потому что не могла жить спокойно, пока я этого не сделала. И вот три издания, по крайней мере, я осуществила. Последняя из них называлась «Бесы. Антология русской критики», то есть роман «Бесы» вместе с главой. И 22 лучших работы об этом романе писателей, философов, религиозных писателей Серебряного века, которые писали об этом романе и понимали его прекрасно. Кто первый понял смысл романа «Бесы» – это, конечно, отец Сергия Булгаков, это Розанов, это Волынский, это Вячеслав Иванов, это плеяда прекраснейших русских философов этого времени, начала века и начала 20-х годов. Вот они об этом сказали. Вот это всё я сделала в едином комплексе издания. Это, пожалуй, моя сильная, самая моя любимая сцена. И даже не то, что любимая, а самая для меня драгоценная. Ещё почему? Потому что мне удалось установить, что именно работая над этой сценой, как Ставрогин приходит к старцу Тихону и придумывая для неё обстоятельства, слова, фразы, выражения, Достоевский завязал с рулеточной игрой. Ничто до того его не могло установить. Десять лет игорного безумия затянуло его в этот бешеный вихрь. И вот в какой-то момент он остановился, написав очередное письмо жене, что больше не буду прости, Аня, родная, я подлец, я мерзавец, я игрок, я несчастный, я сумасшедший. Этих писем были десятки, но после какого-то вдруг всё как отрезало. И я всё думала, почему? И вот я просто просчитала по черновикам, в какой момент он что писал. И оказалось, что он перестал играть тогда, когда увлёкся, влез, вполз, вот в проблематику Ставрогина у старца Тихона. И эта ворожба, эта тема, этот сюжет ему показался настолько, не то что увлекательным, а колдовским, волшебно интересным. Какой там крупье, какой там рулетка, какой там этот несчастный шарик, когда тут два существа в беспредельности, Ставрогин и старец Тихон, два абсолютно необыкновенных героя. И вот это вот затянуло его, и он выскочил счастливо. Больше никогда не играл.